это прямая трансляция священник константин мальцев сегодня у нас в краснодарском крае проходит такое замечательное событие открытие открытие всемирного фестиваля молодежи и студентов 2017 год проходит он такой с большим масштабом думаю если господь управит я съездю приму кого-то но если не участие но хотя бы по присутствованию в этих событиях там будет на днях презентоваться замечательный проект байшка онлайн в сочи некоторые мнения разделились хорошо ли это плохо именно вот этот фестиваль я думаю с одной стороны конечно хорошо во первых это молодежь приехала в россии увидит явно что здесь приветствуют здесь спокойно потому что очень много искажений идет в сми скажем так с ремаркой дико русского народа чуть ли здесь не медведи бегают поэтому я думаю еще раз европейской вообще вообще зарубежная утвердится что очень дружелюбный грамотный умный народ какие минусы я думаю минусов практически мало тут чисто культура культура людей как они себя будут вести будут ли стычки провокаторы всякие все равно будут но не без этого поэтому большей степени конечно я рад что у нас россии я вот честно говоря вот не помню когда был такой фестиваль я вот первый раз сталкиваюсь ну надеюсь что они еще были вот ну и давайте наверное начнем отвечать на ваши вопросы давайте вот я сейчас перейду тут вопросы тут некоторые уже задавали или пожалуйста пишите свои вопросы я начну на них отвечать ну если нет вопросов и тогда отвечу на те вопросы которые задавали в течение этой недели в принципе вопросов не так много было но они достаточно интересные здравствуйте батюшка почему православные люди имеют отрицательное мнение об ванге ведь все все ее предсказания всегда были верны я помогала людям я так думаю что этот вопрос связан с недавно передачи по первому каналу где присутствовал наш выдающийся такой деятель в области сихтоведения дворкин и он даже вот не так давно у нас был и партии и чтение и он там об этом тоже говорил что он думал что пригласили его с целью разоблачения скажем так ванговских всех измышлений и тому подобное а на самом деле ее пропаганда в чем отрицательное отношение к ванге во первых многие свидетельствуют о ее определенной бесконечности ее реакция на скажем так одного из сископа который привез частицу древе господни ее явно стала телепать мягко выражаясь о чем указывает что далеко человек не божьим духом был вадим на наоборот противоположным поэтому очень много прибавуток уже под ее именем выдавали там последовать ее что вот она предположительно сказала хотя нигде об этом нельзя было этого доказать или как-то проверить это можно было выдавать в том числе под именем так называемым брендом поэтому однозначно больше с духовной стороны минусов чем плюсов по 100 что построено на храм это не показатель то что помогало людям но возьмите житья святых и лукавые каким образом чтобы отвести человека от бога и добрые дела говорим так что вот отвечая на вопрос есть факты которые свидетельствуют о том что далеко она не стоит жизнью жила ну давайте вопросом валентина задает вопрос добрый вечер бачка добрый если я ношу крестик хожу в храм и молюсь но не верю в библейские писания считаю что это вымысл и сказки можно назвать мое поведение богохульством ну скажем так богохульство это немножко другое а то что вы не верите скажем так в описание историческое священное описание это наивно пошли то на самом деле история исторический факт сказать что некоторые вещи вымышлены но есть определенные книги которые не знаешь не наш не вошли в кол в свод канона священно описание библии и вот такие как вы говорите сказочные там апокрифические какие-то книги естественно их православная церковь как боговых дух на не признает все остальное указывает на то что кто писал а можно как и ветхий завет взять там петь нижним соломо моисеева там книга царя соломона при ищет дома массу чего можно перечислить с ветхого завета который явно указывает на богодухновенность и назначимость ветхого завета новый завет это евангелие жизнеописание христа его чудес воскресения вознесения вот крестное страдание то есть собаку все и если уже церковная жизнь скажем так апостольские идея и послание к церквам поэтому священописание это фундамент на котором мы основываем свою веру есть священное предание еще но понимаете носить крестик ходить и быть православной не признавать фундамент она основывается скажем так православная церковь это как дом на песке не имеющий фундамента поэтому однозначно мы за основу берем священное писание священное предание ну давайте следующий вопрос а я отвечу вот тут несколько хороших вопросов пока вы пишете следующие вопросы еще скажите значит екатерина спрашивает меня при чтении салтыри на славах как правильно молиться какие молитвы или вовсе не нужно прибавлять чего-либо мы читаем молитвы предначинателя небесные очи наш по три святое потом читаем кофизму по славам в конце уже достойно есть то и завершающим завершающая молитва в принципе можно лишнего чего не добавлять следующий вопрос не кажется ли вам что церковное воспитание плохо перекликается что церковное воспитание плотно перекликается с психологической частость и то все поступки что все поступки жду продолжение вопроса я так предполагаю что какие-то обстоятельства может быть приукрашены если с точки этой зрения то я думаю психическое состояние вообще что такое психология переводит с латинской это наука о душе есть даже такие заболевания как вот сейчас я вот не могу точно вспомнить но в следующей трансляции я найду этот термин именно который подчеркивает как духовные болезни именно психиатрии понятие такое можно объяснить не как чудо а как чтение обстоятельства которые с годами были приукрашены церковное воспитание да приукрашивать то все можно опять таки зачем какое-то церковное писание приукрашивать зачем оно того краше станет оно значимее в любом случае становится всегда с годами не с годами оно все равно значимое а приукрашивать какую-то сказочность придавать ну не вижу смысла поэтому с психологической точки зрения все очень выверено и правильно а приукрашивать не вижу смысла так давайте следующий вопрос я прочитаю как обычно у нас раз нету очень скажем на этом эфире много людей отвечу на те вопросы которые мне задавали в течение недели вот хороший вопрос прочитаем здрасте дорогой батюшка меня в последнее время стал тревожив вопрос а можно ли православному человеку общаться с кришнаитом у меня подруга кришнаитка в начале знакомство с ней я думала вообще бросить с ней общение но потом передумала и вот до сих пор дружим как ни странно еще и лучшая и лучший друзья как-то так особенно меня тревожит тема еды где-то читала что кришнаиты всю еду приносят своему кришне и дальше становится как мне быть неужели теперь у нее в гостях ничего нельзя есть что-то я совсем запуталась ну давайте конечно общаться нам со всеми нужно по необходимости ни над кем и себя не превозносить что если мы православные это подчеркивает скажем более нашу духовную значимость любовь доброту сер ну вот и валентина я отвечу на ваш вопрос сейчас на этот отвечу и что общаться с ними да в принципе можно нужно другое дело касается ли в наше общение каких-то религиозных моментах то ли они агитируют то ли мы каким-то образом приглашаем храм я думаю тут все таки если общаться я думаю стоит общаться в то ли большей степени в разрезе больше человек их нравственных каких-то моментов относительно и до жертвенной ну вот пришли в гости вы к ней ну помолились передой может даже тебя перекрестили и кушайте всякая нечисть она бесовская креста божьего она упраздняется бегать если можно так сказать потому что она трепещет предкрестным знамением вот ну-ка сейчас секунду тут вопрос задали в чем ваш смысл ваших трестяйся почему смотреть телевизор и и находиться в соцсетях для людей считается грехом а для священников нету нет ну так я еще раз прочитаю в чем смысл почему смотреть телевизор и находиться в соцсетях для людей нет давайте немножко уточним вопрос в принципе неплохой грешно ли смотреть телевизор в соцсетях находиться тут надо отделять если мы смотрим по телевизору какие-то убийства там разрад и тому подобное это грех если мы смотрим что-то нравственное допустим посвятительские какие-то передачи допустим сострадательный фильм какой-то там православный канал союз это положительно также соцсети в соцсетях можно какую-то гниль видеть и распространять делиться ей или же допустим вот те же самые трансляции смотреть священников духовно образовываться даже не суть смотри там масса чего полезного в том числе можно в сутях увидеть почитать что мы ищем и вот поэтому мы должны в первую очередь определиться мухи мы которые навозную ищут или все-таки пчелы которые ищут цветок даже если это поле навозное но они цвет она все равно цветок найдет вот из этих соображений тут можно и нагрешить а можно наоборот пользу принести как себе так и думаю любому человеку который с которым можно поделиться нужной информацией поле для души вот ну давайте следующий вопрос так и для священника в принципе я да отвечу на ваш вопрос я думаю для священника также если он что-то непотребное смотрит богоугодное значит он повреждается но опять-таки иногда приходится нам смотреть то или иное потому что она спрашивает как к этому относиться к вот то же самое почему название сегодняшнего эфира именно вот о фестивале потому что некоторые такие в кавычках псевдопатриоты они говорят что они сюда понаехали что им надо вот пусть свои в африке и тому подобное там возвращаются чего не в россию приехали но почему нет но это мы должны быть дружелюбным мы должны быть отзывчивыми почему нет господь ко всем пришел ко всем народам и сам разве это не добрый пример нам чтобы мы также относились другим поэтому я очень рад что у нас проходит такое замечательное мероприятие почему нет всемирный фестиваль значимый из всего мира я думаю более видят нашу доброту сердца русского народа так называемая русская душа так ну да вот так как вы относитесь к атеистам к сочувствиям к сочувствиям бедные неясные люди которые не хотят познать Бога они его признают как это не парадоксально но не принимают почему признают потому что они кого отрицают Бога если вы не верите в Бога зачем вы его отрицаете и как то я уже в эфирах говорил да вот так очень логично если я не верю в Бога тогда я ничего не теряю а если Бог есть вернее Бога нет то ничего не теряю а если Бог есть и я не верю в него то я теряю все поэтому я думаю что атеистам только можно посочувствовать что они не хотят Бога принять ну какой ответ они услышат в конечном по своей мирной кончине если это будет так далеко не добр есть даже такой шутка анекдот что ли когда умирает группа атеистов ну и приходят к районам там встречается их Петр и говорит а чего вы хотите а они говорят в рай хотим он говорит ну подождите вы кто такие вообще он говорит атеисты ну Петр идет к Господу и спрашивает Господи там атеисты пришли а что они хотят в рай ну скажи что его нет вот не верят вот и получили что сели то и пожали добрый вечер отец Константин подскажите с чего начать бабушке 80 лет никогда не испоелся и не причащалась ну вообще по-моему очень знакомое лицо у Анны где-то мы с вами виделись наверное когда были в паломнической поездке я очень рад видеть вас Анна с чего начать бабушка 80 лет это конечно уже тот возраст когда уже скажем между земной и небесной жизнью конечно нужно вообще сделать генеральную исповедь вообще было бы если она в разуме это вообще в идеале начать с 7-летнего возраста все что она вспоминает в плане греха где-то помочь может быть даже помочь ей записать это чтобы она всем покаялась но я думаю опытный священник ей поможет покаяться достойно в своих грехах вот поэтому 8-10 лет если она еще разве не исповедилась не причащалась конечно такой преклонный возраст это большое значимое событие в ее жизни поскольку ну кто знает сколько Господь отводит нам поэтому не знаем ни дня ни час и когда она поисповедится причащится это очень хорошо главное с этим сильно не затягивать ну а так помочь ей почитать молитвы к причастию если она дома допустим не видит или плохо видеть почитать и помочь каноны к причастию последования все поститься конечно по силам возможности ее относительно здоровья вообще в идеале бы с местным батюш который придет ее причащать на дом если она уже мало транспортабельна и вот по поводу ее причастия поговорить с ним потому что в том случае это будет совершаться по месту и уже священнику принимать окончательное решение Валентина задает вопрос если человек не отпет и похоронен что происходит дальше ну что для что такое вообще отпевание это такая потреба в которой мы проявляем сугубую заботу о душе молимся о ней но если ее и человек не суицидчик то можно и крещеный его можно отпеть и после как его похоронили то есть проявить такую духовную о нем забот в чине отпевания мы обращаемся ко господу чтобы он провел вольные невольные грехи потом исподобил как бы со святыми упокоения ну уже конечно соглашусь после 40 дней душа определена но в любом случае если она попала в рай она получит некое облегчение если в рай то тем паче она радуется что ее память в вечности покой вот что дальше вот в любом случае уже или ад и рай чистилища такого понятия в православии нет это у католиков можно ли отпевать некрещеных ну если мы говорим отпевание православным чином то православного и крещеного человека и отпевается есть исключительный момент что если это пожилый человек и там сомневается крещен был он или не крещен или другие какие-то обстоятельства но полагает что скорее всего он был крещен то отпевает этого человека но уже добавляет такую ремарку аще крещен как бы так вот имея надежду на это а если то праздно что он не крещен то о некрещеных молятся мученику ару святому ну друзья 25 минут если че-чегля я рад что мы с вами пообщались рад был ответить на ваши вопросы благодарю за ваше внимание храни вас Господь Божьей помощи на предстоящую неделю всем доброго с вами был священник Константин Мальцев аминь